Даже дети знают, что искусство квиллинга связано с бумагой. Но его часто путают с оригами. Это понятие когда-то пришло к нам из Японии, а квиллинг из Европы. Но разница заключается не только в этом. Второе название квиллинга – бумагокручение. Возник квиллинг в XIV-XV веках в европейских монастырях. Из-за недолговечности бумаги свидетельств этому не осталось, но квиллинг широко распространился по миру. В европейских богатых домах искусство квиллинга стало чрезвычайно популярным, дошло оно даже до азиатских стран. Однако несколько веков назад цветная бумага простым людям доступна не была. Ее и власть имущим найти было сложно. Поэтому до XX века о квиллинге знали только искушенные любители рукоделия и творчества. А в XX веке искусство квиллинга было надолго забыто. Текст озвучен в Яндекс Клауд. Современный квиллинг многие из нас никогда не слышали про квиллинг, и только в последние годы узнали об этом виде декоративно-прикладного искусства. Во многом популярность современного квиллинга связана с возможностями рынка. В любом канцелярском магазине продается бумага для квиллинга в богатой цветовой гамме. И каждый ребенок уже попробовал создать картинку из квиллинга. В некоторых школах такая возможность предоставляется на уроке технологии. Текст озвучен с помощью Яндекс Питч Кит. Мне не стоит недооценивать серьезность квиллинга. Это увлекательное занятие для взрослых. С помощью квиллинга можно собрать практически все. От цветка или простейшего узора до имитации предмета быта. Не знаете как. В сети доступны тысячи схем. И успокаивающее занятие на несколько часов вам обеспечено. Существует корейская и европейская школы квиллинга. Такое разделение спровоцировано распространением квиллинга по Азии. В корейском квиллинге используется небольшое количество деталей. А изделие напоминает мозаичную картину. Европейские мастера с помощью квиллинга создают настоящие объемные фигуры. Поэтому именно европейская школа квиллинга – это интересное занятие для саморазвития. Подходит квиллинг для усидчивых людей, которые любят мелкую работу руками. Как создается изделие методом квиллинга, чтобы попробовать квиллинг на практике, вам необходимо отправиться в канцелярский магазин и купить набор. Озвучено Яндекс.Спичкит. Стандартный набор для квиллинга включает в себя следующие предметы. Бумажные ленты. Именно их вы будете скручивать и приклеивать на основу. Принадлежность для закрутки лент. По виду напоминает отвертку или шило. При его отсутствии можно использовать спицу или круглый карандаш. Пинцет с плоскими концами. Необходим для аккуратного крепления скрученной ленты на основу. Клей ПВА. Не оставляет следов. Поэтому для квиллинга подходит лучше любого другого. Зубочистки. Необходимы для нанесения клея на ленту для квиллинга. Кроме того, квиллингом нельзя заниматься без ножниц, сантиметра и линейки для измерения бумаги. Это минимальный набор вспомогательных принадлежностей, которые используются в квиллинге. Сегодня интерес к квиллингу вырос. Поэтому его снова можно назвать искусством. Приобщитесь ко всеобщему увлечению и попробуйте постичь искусство бумагокручения. Генерация голоса выполнена с помощью Яндекс.Спичкит. Ставьте лайки. Подписывайтесь на канал. Всем пока.